В 18-м турнире участвуют 14 команд. Чиновники всех уровней – из Кабардино-Балкарии, Краснодарского края, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областей, а также команды национальных парламентов Латвии и Казахстана – постоянные участники турнира. Впервые за всю историю соревнований на сущенское футбольное поле вышла команда Карачаева-Черкесии, а спустя пять лет в игру вернулся клуб Челябинска. Перед началом матчи капитаны команд по традиции поднимают флаги Российской Федерации и Футбольного Союза. Играют чиновники в мини-футбол, то есть два тайма по 25 минут. Матчи проходят сразу на четырех полях спутник спорта. Открыла счет команда профсоюза в России, на первой же минуте забив соперникам из Азова первый гол. Открыл счет капитан команды, руководитель профсоюза «Связи России» и доверенное лицо президента страны Анатолий Назейкин. «Мы здесь представляем 25 миллионов наших членов профсоюза, поэтому настроены на хорошую игру, настроены на победу. Поэтому праздник сегодня ветеранского футбола, это прекрасный праздник, и я думаю, что он у нас здесь получится». Победный настрой профсоюзовцев не подвел. Уже на второй минуте они забили второй гол, а на четвертой – третий. Больше вас, а что передать? Безкомпромиссная борьба развернулась и на соседнем поле. Игроки команды «Газпрома» и чиновников из Воронежа в упорстве и желании победить не уступали профессиональным футболистам. «Чуть влево, Миха, влево! Влево, Миха, чуть-чуть, стоп!» Все 18 лет своих представителей на сучинский турнир присылает парламент Казахстана. В этой команде играет генерал-лейтенант, бывший заместитель министра обороны страны и командующий Республиканской гвардией президента Казахстана. Эти участники отмечают победу в спортивном состязании. Для них вторично. «Действительно спорт – посол мира. Нас объединяет. Нет границ с спортсменом. Поэтому, когда видим своих друзей из других стран, прибыли с Латвии, здесь находятся, в Белоруссии в прошлом году, с Карелии, оттуда, оттуда, с других, с Азова, с Якутии, как здорово, слушайте, мы как братья встречаемся. Поэтому, может быть, дело не в выигрыше, а в дело в дружбе, в дело взаимоотношения». Все же большинство команд, судя по накалу страстей, борются и за главный приз, и за звание самой спортивной команды, тем самым демонстрируя, что они занимают активную жизненную позицию не только в общественной, но и в спортивной жизни своих регионов. Победители турнира станут известны завтра.